Я хочу сегодня говорить на тему, которая, верю, помещена в мое сердце. Конечно, отчасти из-за того, что видно вокруг, как общество проходит глубочайшие страдания, переживания, лишения. И в церкви также мы сталкиваемся с вопросами, когда глубокие переживания у нас есть за больных наших родных, близких, братьев, сестер в церкви. А некоторые завершают свой жизненный путь. Все это производит глубокие переживания и сопереживания, соболезнования. Наверное, и отчасти какое-то внутреннее угнетение, когда ты понимаешь, что кто-то преждевременно ушел, и, возможно, осталась жена и дети. Больно видеть эти истории. И, может быть, воскресное служение хотелось бы говорить какие-то радостные вещи, но я уверен, Бог не призвал церковь делать воскресными служения, какие-то оторванные от жизни, от реальности. Но чтобы эти служения, они помогали нам преодолевать и побеждать те обстоятельства, внутри которых мы с вами живем. В этом месте рассказывается история одного больного юноши и его отца, который не терял надежду и с детства старался привести его во все возможные места, где он только верил, что его ребенок может получить исцеление, и раз за разом он не получал ожидаемого. И вот их время с Господом Иисусом Христом, и он общается с Ним. И Господь обращается к Отцу на первый взгляд с такой, ну, не совсем понятной просьбой. Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тотчас отец Отрака воскликнулся слезами. Верую, Господи, помоги моему неверию. Глубочайшие переживания в жизни отца, они и так были налицо. И хотелось бы понять, Господь, почему Ты побуждаешь его проявлять веру? Ведь ты же видишь, он на самом деле уже много претерпел, много пострадал. У него, наверное, не осталось никаких сил. Последние свои силы он тратит на то, чтобы брать своего беснующегося сына и приводить его к служителям. Вот он его привел к тебе. Если бы он что-то мог, этот отец, разве бы он не сделал? Может быть, Иисус, просто нужно исцелить его и не акцентировать внимание на отце. Вот больной ребенок, вот больной юноша, давай займемся им. Давай оставим этого человека в покое. Он и так много претерпел. Мое обращение сегодня, моя молитва и проповедь, я верю, направлена Духом Святым сегодня к тем людям, которые сами, наверное, напрямую не имеют таких проблем, как этот юноша. Но находясь рядом с такими людьми, находясь внутри общества, находясь внутри каких-то событий, каких-то проектов, которые терпят раз за разом крах, и это рождает глубинные переживания, я хочу сегодня обратиться к нам, потому что, оказывается, Иисус заинтересован в нашей вере. Отец этого ребенка, он разбит, он упустошен, он уставший, но Иисус побуждает его верить. Я убежден, что сегодня это непростое время, когда мы проходим и видим, как случаются трагедии, как люди заболевают, как экономики в жизни семей рушатся, какие-то надежды перестают быть действительными. И вот в это самое время Господь обращается к нам, к тем людям, которые, может быть, даже в какой-то мере устали и внутренне израсходованы, но Он как будто бы побуждает нас, если сколько-то можешь веровать, верь. Отец со слезами воскликнул. Слезы на его глазах, они не были наиграны, они не были театрализованы. Он не пытался выжить как-то, какую-то жалость или сочувствие из Иисуса, нет. Это был всплеск его внутреннего мира, это было то, что реально он ощущал. То есть он продолжал казаться сильным, он продолжал помогать своему сыну, он продолжал делать правильные вещи, но внутри него уже накопилось достаточно эмоций. И когда Иисус еще обращается к нему с этим предложением или с этим вызовом, если сколько-нибудь можешь веровать, это выходит наружу в виде слез, которые выражают эту внутреннюю сокрушенность. Вы знаете, время от времени, наверное, так будет, когда мы будем снимать маски, когда обращение Господа к нам, оно будет проникать глубже в сердце, чем обычно, и доставать из нашего сердца те переживания, которые на самом деле там сдерживаются. Когда из наших глаз будут вырываться слезы, потому что мы молились, мы постились, мы за кого-то переживали, мы за кого-то стояли, мы за кого-то сражались, но что-то получается не так, что-то происходит не так. И казалось, мы израсходовали весь потенциал своей веры, но вот Господь через свой Дух Святой снова обращается и говорит, если сколько-нибудь можешь веровать. проповедь сегодня имеет очень странное название для, наверное, нашей церковной философии, но я и не стал ее менять. Опустошен, разбит, помоги. Мы не говорим это часто друг другу и даже близким людям, но иногда перед лицом Божьим нам нужно признать факт. Мы все еще хотим верить, но мы не находим в себе этих сил, и нам нужна его поддержка. Когда апостол Павел в послании Коринфянах, а также в обращении к Тимофею в некоторых других местах, он побуждает церковь, чтобы они ревновали о дарах духовных, чтобы не забывали о пророчествах, чтобы не забывали об обетованиях. Зачем нужно напоминать, ревновать о том, если это всегда бы лежало перед нашими глазами, если бы это всегда было в силе? Наверное, в этом и есть какая-то ловушка для нас, верующих людей, что время от времени мы перестаем ревновать о дарах духовных. Время от времени мы перестаем заботиться о тех пророчествах и следовать тем правилам, которые необходимы для исполнения этих пророчеств. Мы перестаем демонстрировать обетования, которые в нашей жизни, потому что мы не видим их способными осуществиться, поэтому как бы в неком постыжении мы скрываем эти обетования и пытаемся не говорить о них публично. Вы знаете, можно сказать, что когда исчерпываются наши человеческие ресурсы, где-то есть искушение найти такую, в кавычках, золотую середину, золотую середину нашей веры. То есть где бы мы себя сильно не афишировали, чтобы, если что, можно было как-то немножко откатиться назад и сделать вид, что ты здесь ни при чем в этой ситуации. Отец с этим юношей, он хотел все, что у него было, переложить на Иисуса, на Господа. Вот я, все, что я мог, я сделал. Я довел его до тебя. Вот это все, что я мог. Иисус смотрит на него и другими словами говорит, нет, ты можешь гораздо больше. Ты можешь соединиться со Мною в вере и увидеть величайшее чудо жизни. Когда мы пытаемся найти эту золотую середину, мы как бы говорим Богу так, Господь, Ты совершай чудеса, Ты делай что-то удивительное. Мы этого хотим, но так, чтобы мы оставались как бы в сторонке, как бы незаметные. Мы просто ни на кого не будем возлагать руки, чтобы молиться и верить. Мы просто перестанем возвещать Твое обетование, мы просто перестанем пророчествовать в жизни других людей, потому что, мало ли что, давай мы найдем вот такую сбалансированную веру. Я убежден, сегодня к некоторым Господь говорит, если сколько там можешь веровать, все возможно верующим. Авраам написано, поверил сверх надежды с надеждой. Эти события, которые происходили тысячелетия назад, продолжают будоражить сердце и разум. С одной стороны, Авраам очень успешный человек. Он вернулся после поражения пяти царей, он отвоевал своего племянника, он дал десятую часть первосвященнику Мелхиседеку. Он успешный человек. Никто не скажет, смотря на этого, мужчину, что он разбит и опустошен. Но только Бог знает истинное состояние его сердца. И когда Бог приходит к нему, он начинает с ним говорить. Он говорит, я твой щит, я твоя награда. И сердце Авраама вскрывается. Оказывается, несмотря на весь великий потенциал, его способности, его харизмы, его личности, его состояние, он был опустошен. И его вера, она была где-то на таком низком уровне, что он, обращаясь к Богу, говорит, что ты мне дашь? Ты же знаешь, я всю жизнь хотел и просил у тебя только одного. И я так этого и не получил. И сегодня я в таком возрасте, и моя жена в таком возрасте, когда это уже стало практически нереально, опустошен, разбит, а Бог начинает воскрешать его веру. Бог выводит и показывает ему звезды. Поэтому написано, Авраам поверил сверхнадежды. Но вот какой вопрос рождается в моем сердце. Бог, зачем тебе вера Авраама? Зачем ты побуждаешь его верить? Зачем ты вдохновляешь его демонстрировать и снова провозглашать те обетования, которые годами не исполняются? Для чего? Может быть, стоит просто потихоньку сделать чудо в его жизни? Ну, просто как бы случайно, как бы незаметно, как бы проснулся, а оно уже все произошло, все совершилось. Зачем ты снова побуждаешь его декларировать свою веру во всеуслышание? Зачем тебе это? Ведь ты не нуждаешься в его помощи для совершения этого чуда. Когда Господь обращался к Аврааму и возбуждал в нем веру, он желал не просто исцелить его семью. Он хотел не только совершить чудо в его жизни. Он желал исцелить внутреннее состояние Авраама. Он желал, чтобы его сердце, оно приобрело новое состояние. И мы читаем об этом состоянии позже, уже в Новом Завете, в послании к евреям, в 11 главе. Там Авраам и Сара, они стоят, как герои веры. Вы знаете, когда семья так долго болеет бесплодием, многое говорят вокруг. И многое, наверное, они сами тоже думают. И если бы чудо произошло тихонько, можно было бы подумать, ну, наверное, Господь наконец миловал, наконец что-то покрыл, наконец проявил свою благость. И они бы вошли в историю, как помилованные грешники, которым однажды Бог по своей милости все-таки дал сына, но Бог хотел не этого в их жизни. Он призывал Авраама к участию в этом процессе, чтобы, когда это произойдет, Он чувствовал себя частью подвига веры, чтобы Его деяние вошло в летопись, пишущуюся на небесах, что и Он, и Его вера, она способствовала производству этого чуда. Когда Господь желает совершать чудеса и призывает нас к такому некомфортному состоянию, чтобы мы публично иногда исповедовали свою веру, пророчество и обетование, Он это делает не для того, чтобы просто нас испытать или поставить нас в какое-то неудобное положение. Он желает, чтобы мы были Его партнерами, чтобы когда произойдут чудеса, мы смогли видеть себя частью этих чудес. В анонсе я писал, что нам очень важно в это время проникать своим духом в послание Христа, когда Он говорит, что «Я пошлю к вам утешителя». Это записано в Евангелии Иоанна, 14 глава, 16-18 стих. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, который мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. А вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Иисус обращается к Своим ученикам, и Он говорит, «Я знаю, что есть две системы. Есть система Божьего Царства, и есть система этого мира. И в системе этого мира, какими бы вы богатыми не становились, какими бы вы успешными не становились, как бы далеко вы не продвинулись, в вашей жизни будет сиротство. В вашей жизни будет отсутствие способности осознать, кто вы есть на самом деле в этом мире. Как я уже говорил выше и о Аврааме, какой бы успех он не имел в своей жизни, каким бы комфортом он себя не окружил, при всем при этом, он не имел в себе уверенности, а кто я на самом деле, а что будет со мной дальше. Сиротство души – это производство этого мира. Когда мы лишены Святого Духа, мы лишены отцовства. Поэтому Христос через свой подвиг, совершенный для нас на Голговском кресте, через свое воскресение, через свое взаимоотношение с Отцом, Он возвращает нас, не только к нашему Богу и Отцу. Он дает нам возможность исполняться Святым Духом, утешителем. Я бы так сказал, утешитель приносит в нашу жизнь книгу бытия. Ведь книга бытия – это осознание происхождения человечества. Это то, что сделал однажды Моисей, который пророчествовал не только о будущем. Он смог сформулировать то, что было в прошлом. Он дал осознанное восприятие человека, самого себя, кто он есть, как он был зарожден и почему он тот, кто он есть. Когда Дух Святой приходит в нашу жизнь, когда утешитель приходит к нам, мы приобретаем эту книгу бытия, мы перестаем быть людьми, жизнь которых лишена смысла, бытие которых лишено смысла. Ведь много сегодня, даже очень богатых, состоятельных людей, которые имеют власть и влияние, они задаются только одним вопросом – о суть бытия, суть смерти и жизни. Иисус говорит, «Я дам вам Дух Святой», Отец пошлет вам Дух Святой, и когда Он придет, вы перейдете из этого состояния сироства. Когда Бог обращался к Аврааму, когда Господь обращался к Отцу этого юноши, Он хотел, чтобы в их сердцах возродилось некое новое состояние, некое новое осознание, что, несмотря на то, что они чувствуют в себе абсолютную пустоту, Бог их видит совсем по-другому. Я хочу сказать сегодня нам, независимо от того, что мы чувствуем, часто Бог нас видит совсем по-другому. Одна из историй исцеления чудесная, которая удивила Иисуса, вера, сотника, когда тот говорит, что достаточно слова, чтобы исцелился его слуга. Иисус говорит слово. И когда Иисус говорит слово, его слышит сотник, человек, который проявляет веру. Иисуса не слышит слуга. Удивительно эта история тем, что слово, высвобожденное Христом, оно достигает тот час, моментально слугу. И это слово не воспользовалось вибрацией воздуха, звуком. Это слово не воспользовалось носителем, сотником или других людей, которые бы перенесли это слово слуге. Тем более не было тогда еще технологии, что за него молились по телефону, или как мы сегодня с вами говорим через видеокамеру. Это удивительное Божье чудо, которое способно происходить и сегодня, когда он говорит слово. И слуга, который не слышит этого слова, но чувствует перемены в своем теле благодаря вере своего Господина. Насколько удивительны Божьи действия. Насколько иногда мы недооцениваем того, что Бог может делать, когда мы соглашаемся ответить на вызов веры. Бог говорит слово, мы его не слышим, но мы чувствуем его исполнение. Нам необходимо продолжать принимать участие в делах Божьих, учиться вдохновению через эти истории Библии, когда мы становимся не просто пользователями небесных ресурсов, а когда мы становимся людьми веры, героями веры, которые даже помогают запускать некоторые механизмы, и люди, не слышащие, начинают ощущать и переживать прикосновения Божьи. И это действие Духа. Когда мы смотрим на духовное действие, интересно видеть его моментальность исполнения. Как я уже сказал о слуге, который моментально пережил исцеление, хотя он не был рядом, и, казалось, слову не было даже нужды во времени, оно моментально достигло его. Я хочу оставить вам некоторые мысли по поводу духовного мира. Когда юноша, который лежал перед Иисусом и бился в конвульсиях, Христос запрещает Духу в его жизни, и написано, что Дух, сотрясший его, вышел, и мальчик, как мертвый, остался лежать, и люди подумали, он умер. Но Иисус взял его за руку, поднял, и тот был живой. Есть иногда какие-то события, какие-то процессы, какие-то моменты в нашей жизни, которые становятся дверью для духовного мира. И этот духовный мир, он как будто моментально наполняет нас. Причем это не только в хорошем смысле происходит, иногда, к сожалению, это происходит и в плохом смысле. Какое-то событие, какое-то слово, и ты чувствуешь, как моментально изменяется состояние твоего сердца, как моментально изменяется чувство в твоей душе, как будто бы ты уже совсем другой человек. Твоя реакция становится совершенно иной. Духовное влияние, нам не нужно забывать о нем, оно никуда не ушло. Мы продолжаем жить не только среди душевного и телесного мира, мы продолжаем жить среди духовного мира. И мы можем понимать действия духовного мира, когда мы видим реакцию. Первое, что происходит, когда мы сталкиваемся с духовным миром, происходит реакция. И если это слово Божие, или если это вдохновение от Бога и действия Божьи, есть правильная реакция. В послании к Коринфянам написано, когда апостол Павел вдохновляет там церковь, он говорит о реакции, он говорит, посмотрите, какому ревности, какому исповеданию, какому взысканию, какому процессу запустило вас это слово, он как бы вдохновляет церковь, он говорит, посмотрите, насколько правильная реакция у вас была на послание. То есть, духовный мир, соприкоснувшись с сердцами верующих людей, он воспроизвел правильную реакцию. Но иногда бывает и неправильная реакция. И мы не замечаем этого. Мы реагируем, нам кажется, это просто реакция. на самом деле, это есть некое духовное влияние, которое может укорениться в нашей жизни. Потому что после того, как произошла реакция, происходит укоренение. Если мы не избавляемся и не убираем это из своей жизни, если мы не исповедуем свое сердце, я имею в виду сейчас какие-то негативные процессы, это начинает укореняться в нашей жизни и начинает приносить плод, начинает приносить результаты. Поэтому, когда Христос смотрел на отца, юноши, он побуждал его к действию. Когда он разговаривал с Авраамом, он побуждал к действию, потому что реакция Авраама, она не была совсем правильной в тот момент. Он не исповедовал свою веру. Его реакция – это было некое уныние, некое сомнение, некоторые процессы, которые в его душе подвергали уже действия Божьи, некоторому сомнению. Поэтому Господь, он продолжал побуждать, он понимал, это нужно исправить. Если этот дух уныния, если этот дух сомнения, если этот дух сокрушения и разрушения укоренится, то потом начнутся за ним следующие плоды. Это уже будет давать серьезные результаты и серьезные последствия. Поэтому Господь, приходя, Он не просто исцеляет наш физический, телесный мир, Он проникает глубже. Он желает исцелить наш внутренний мир, чтобы у нас было ясное чутье, ясное понимание духовного процесса, духовного мира. И если какие-то события показывают, что наша реакция неправильная, значит, нам это нужно изменить и изменить через нашу веру, через наше доверие Христу. Когда Господь приходит и посещает нашу жизнь, как это было с отцом юноши, одержимого, как это было с Авраамом, Он никогда не требует невозможного. Когда Он приходит в нашу жизнь, Он говорит нам то, что мы можем. Он прикасается и исцеляет нас прежде, чем что-то производить и что-то ожидать от нас. Знаете, так бывает, когда люди приходят, или мы сами, и мы чувствуем, что мы опустошены, что мы внутренне сокрушены, нам нужна помощь. И нам говорят правильные слова, и нас побуждают к правильным действиям. Но состояние сердца как бы отказывается воспроизводить то, что мы своим умом понимаем, это правильно и так должно делать. Я хочу проиллюстрировать все эти слова одной истории из Евангелия. Евангелие Марка, 1 глава, 31 стих. Это история о тёще Петра, которая болела, и Христос зашёл в дом Петра. Подойдя, Он поднял её, взяв её за руку, и горячка тотчас оставила её, и она стала служить им. Это удивительно, как Господь действует. Может быть, на первый взгляд показаться неким грубым такое действие. Иисус подходит к женщине, которая разбита, раздавлена болезнью, лежит, ничего не может делать. Он подходит, Он не молится за неё, Он не провозглашает слова, Он не возлагает руки, Он берёт её, и Он начинает поднимать. Поднимать тело, которое находится внутри агонии, внутри боли. И написано, потом она начинает служить им. И может показаться, Иисус, может быть, ты это делаешь, ты зашёл в дом Петру, видишь, что Пётр не особо шевелится, понимаешь, что вот единственная тёща здесь что-то может приготовить на стол. Ну, давай исцелим тёщу, чтобы хоть как-то нам послужила здесь, чтобы вечер не был потерян. Иногда так может показаться, что Господь что-то делает в нашей жизни для того, чтобы просто нас использовать. Но сам Христос сказал, Евангелие Матфея, 20 глава, 28 стих, «Так как Сын Человеческий не для того пришёл, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих, это свидетельствует о том, что то, что Он делал для тёщи Петра, это не было для того, чтобы она была исцелена и могла Ему служить. Он что-то делал большее, чем физическое исцеление». Давайте попытаемся немного глубже посмотреть на это событие, на эту историю. Почему Иисус избирает такой метод исцеления? Он берёт её за руку и Он поднимает её. Вы знаете, когда вы берёте человека, который лежит в боли за руку и пытаетесь поднять его, вы можете ощутить обратную реакцию. Это будет реакция, или этот человек пытается опереться на вашу руку, схватиться за эту помощь, как бы вместе с вашей помощью всё-таки подняться, напречь те силы, которые, может быть, малые, но они в Нём ещё есть. Или Он абсолютно апатичен, Он расслаблен, Он никак не реагирует на ваши движения. Мне кажется, что то, что Иисус увидел в этой женщине, это не только её физическое страдание, а той боли, а той горячки, а той температуры, которую она испытывала. Он увидел её внутренние страдания, что она, как женщина, добросовестная, благочестивая, она видит, что в её дом входит учитель, человек уважаемый, и в её традиции, чтобы не принять достойно этого человека и не послужить. Это не полноценность, это не уважение, это не способность оказать достойного почтения. Поэтому она страдала в данный момент, на мой взгляд, не только от того, что испытывала боль в своём теле, она испытывала ещё боль в своей душе, смотря на этих мужчин, которые вошли в её дом. Она хотела оказать им достойное гостеприимство, она хотела быть полноценной и сделать то, что она могла и должна была бы делать. Поэтому, когда Христос взял её за руку, я думаю, мне так кажется, это не написано, это моя фантазия, но мне кажется, она из всех своих последних сил пыталась опереться и схватиться за эту руку, и произошло моментальное чудо. И её служение Христу и ученикам, это не было вынуждено, ну раз исцелил, ну теперь буду служить, а куда деваться? Он восстановил её полноценность. Нам иногда кажется, что Христос, который приходит в нашу жизнь и исцеляет нас, Он исцеляет нас для того, чтобы мы теперь служили Ему, потому что Ему так нужно наше служение? Нет. Он исцеляет нас, чтобы мы служили Ему, чтобы восстановить нашу полноценность. Потому что, когда ты разрушен, когда ты сокрушён, когда ты опустошён, когда ты лежишь в расслаблении, когда тебе говорят правильные слова, что тебе нужно молиться, служить Господу, делать какие-то правильные вещи, а ты не находишь в себе сил, Иисус приходит и исцеляет тебя не ради того, чтобы ты делал эти вещи, а ради того, чтобы ты был абсолютно полноценным, удовлетворённым. Он берёт нас за руку, ожидая от нас обратной реакции. Если говорить образно, Он там взял этого Отца за руку Его веры. Если сколько-то можешь веровать, если хоть сколько-то можешь проявить усилий, этого достаточно. Вот этого минус-минус-минус какой-то степени твоего усилия, чтобы оно соединилось с моей силой, и это произведёт чудо, то, что ты ожидаешь. Я, готовясь к проповеди, вспоминал историю Божьего человека, он уже на небесах, Лестер Самрал, один из великих мужей Божьих, генералов Божьих на этой земле 20-го столетия. Вы можете найти историю его обращения и начала служения. Я думаю, где-то на ресурсах это есть. В то время, начало 20-го столетия, зверствовал по земле туберкулёз. И он был юношей, молодым человеком, 16 или 17 лет, я точно не помню, он умирал от этой болезни. Он был в последней стадии. Врач давал ему несколько часов. Он уже ничего не ел, кровь шла через его рот, и его родные уже готовились к похоронам. И в тот момент его посетил Господь. Он увидел с одной стороны Библию, с другой стороны гроб, и Господь предложил ему выбор. «Ты можешь умереть, и ты можешь поверить и стать моим служителем». И даже на смертном одре казалось, ну что там выбирать, даже там сердце Лестера испытывало некое искушение и сомнение. И оказывается, этот выбор, поверить сквозь своё неверие, не так уж прост. Но он сделал усилие в той мизерной вере, которая была на тот момент. Он выбрал Слово Божье, и он был моментально чудесным образом исцелён и восстановлен. Моментально. Бог восстановил его полноценность, Бог восстановил его призвание, Бог восстановил его дары, Бог восстановил пророчества, которые были на его жизни. И для этого он сделал это не как-то тихонько, не как-то незаметно. Он привёл его в участие к этому чуду. Моё послание, все мои слова, которые я сегодня говорю, они направлены на то, чтобы сказать тебе и мне, какая бы ни была величина веры в тебе, этого достаточно, чтобы снова видеть силу Божью в действии. если мы с вами вернёмся к Аврааму, к этим историям, которые я выше вам уже не раз повторял. Авраам мог дать своей жене Саре любовь, но он не Бог дать своей жене детей, пока не поверил Богу. Отец мог дать своему сыну заботу. Он верно и искренне заботился о своём сыне все эти годы, но он не мог дать своему сыну исцеление, пока не соединился со Христом в своей вере. Апостолы имели великое время вместе со своим Господом, Учителем Иисусом Христом, но когда они соединились со Святым Духом, с силою Святого Духа, своей верой, написано, они стали свидетелями, они стали людьми чудес, они стали людьми пробуждения, и, может быть, сегодня наша Церковь, она не выглядит настолько сильной своей веры, что может даже показаться где-то, кому-то, что мы в неком смущении и страхе проводим онлайн-собрание и не собираемся вместе. Это не так. В нас есть вера. Может быть, она на сегодняшний день не такая заметная, не такая сильная, её невозможно измерить какими-то великими делами, но я убеждён, сила Святого Духа, соединяющаяся с нашей верой, даже в таком состоянии способна произвести пробуждение в нашем обществе. И многие люди, которые даже не слышали нас ещё сегодня, они будут чувствовать и переживать действия Божьи в своих телах. Наша вера, соединяющаяся с Богом, не хочет оставаться невидимой и незаметной. Она побуждает нас снова к ревности. книга пророка Исаия, первая глава, девятнадцатый стих. «Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли». Если захотите, слово ключевое, захотите. Если захотите, Иисус смотрит на Отца. Разве Отец не хочет? Да, конечно, хочет исцеления, но он смотрел на него не просто в том вопросе, ты хочешь этого или не хочешь. Он смотрел в том вопросе, ты хочешь стать частью этого. Тогда, если сколько ты можешь веровать, веруй. Дух Святой, приходя в нашу жизнь, принося силу Божью в нашу жизнь, подобно как в жизни псалмопевца Давида, который проходил разные периоды, разные процессы, он достаточно часто был опустошен и разбит. Он достаточно часто в псалмах взывал Господу искренне и честно, помоги мне. И он достаточно часто в этих псалмах вдохновляет свою душу и говорит, благослови душа моя Господа, благословився внутренность моя святое имя его. Почему, Давид? Давайте прочитаем псалм 102, 3, 5. Он объясняет, потому что он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя. Он, который испытал много раз опустошение, сокрушение, он знал, о чем он говорил. Он не говорил о том, что это всегда, это как бы такое неизменное состояние его жизни. Он говорил о том, что даже когда он был в самом глубочайшем сокрушении, и в этом сокрушении оставалась хотя бы малая толика, в которой он говорит, Господь, я хочу, моя судьба, моя жизнь в твоей руке, моя душа стремится к тебе, я верую, помоги моему неверию. Господь приходил, Господь преображал, Господь обновлял, Господь давал благо, Господь совершал то, что Давид даже и не ожидал от него, но Бог давал ему. Исцеление – это партнерство с Богом. То исцеление, о котором сегодня мы говорим, которое было в жизни отца этого юноши, которое было в жизни Авраама, которое было в жизни сотника, они стали партнерами, они вошли в летопись, они вошли в Евангелие, они стали частью Божьего Слова, хотя им особо даже нечего было дать. Но это знаменитая фраза. Если сколько ты можешь веровать, все возможно верующим. Дорогие братья и сестры, моя молитва сегодня, мое ожидание, мое желание, чтобы, несмотря на то, что, может быть, мы себя чувствуем опустошенными, разбитыми, нуждающимися в помощи, чтобы сегодня Христос, видя ревность и усердие нашего сердца, которое покрыто немощью нашей плоти, чтобы Он нас взял, подобно как Он поднял тещу Петра, и мы смогли снова служить Ему. Ведь Он с нами, Он в нашем городе, Он в наших домах, Он на наших работах, Он среди нас. Я это знаю, потому что Он Сам сказал, все будут с вами до скончания века. Там, где ты, дорогой верующий человек, там Христос с тобой. И, может быть, ты на своей работе, расслабленный как теща Петра, на своей учебе, в своем доме, в своей семье, в тех обстоятельствах. Ты бы хотел служить Христу, но ты погружен в это сокрушение, в эту разбитость, опустошение. Может быть, сегодня Иисус берет тебя за руку, и Он ожидает этой реакции. Может быть, какого-то слабого ответного импульса, просто чуть-чуть ответное рукосжимание слабыми истощенными пальцами. Может быть, какой-то невероятно малой веры, которая где-то внутри твоего сердца все еще испытывает глубокую надежду, что Бог, сотворивший небо и землю, может сделать больше. я верю сегодня Дух Святой призывает нас в партнерство. Последняя история, которую я вам напомню, это Закхей. Человек разрушенный, опустошенный, очень богатый и очень влиятельный. Залазит на смоковницу, чтобы видеть Христа. Иисус поднимает свои глаза и говорит Закхей, мне нужно сегодня быть в твоем доме. Он протягивает ему руку и он увидит невероятное чудо в жизни этого человека. Это событие, Иисус вошел в его дом, это то, что я говорил выше о духовных событиях, это событие могущественно наполнило его жизнь, как будто другой человек стоял перед людьми. Он еще вчера обкрадывал, он еще вчера обманывал, он еще вчера обвешивал, он еще вчера подставлял, он еще вчера давал поручительство за то, что не должно было делать, он еще вчера это делал, и вдруг это событие, это рукопожатие, это ответная реакция на руку Христа, это партнерство, и другой человек стоит перед людьми, человек милосердный, человек честный, человек, который готов отдать свою жизнь Христу. Какая была вера в нем? Неужели она была великая? Нет. Все осуждали Христа, что он идет в дом этого человека, но Иисус поднимал его, протянул ему руку, почувствовал это рукопожатие, это обратную реакцию, этот обратный эффект, сколько можешь веровать? Этого достаточно. И Иисус обращается к людям окружавшим и говорит, ныне пришло спасение этому дому, потому что и он сын Авраама. Другими словами, и он человек веры, и в нем это семя веры, и в нем это воскресшее обетование, и в нем это способность поверить сквозь невозможное, и в нем есть наследие, он осознал сегодня книгу бытие, он осознал сегодня, кто он есть, и он осознал, кто он будет, и поэтому он сегодня новый человек. Мы будем молиться через минуту. Евангелие Луки 19, 10. Это было слова Иисуса после истории Закхея. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Я специально сказал, это было после истории Закхея. Мы относим эти слова только к нехристям, к людям, которые никогда не знали Христа, но, может быть, сегодня Иисус пришел к нам чтобы спасти из пучи на отчаяние от упустошения, разочарования, боли, неизбежности, закрытой двери, что что-то уже невозможно вернуть. Давайте будем молиться. Господь, я благодарю Тебя за Дух Святой. Я благодарю Тебя за Утешитель. Дух Святой, приди. Приди на всякое место, где сегодня человек открыл свое сердце. во всякий дом, во всякую семью, каждому ребенку, подростку, женщине, мужчине, который лежит в расслаблении, перестал чувствовать себя полноценным. ко всякому, кто живет жизнью внутреннего осуждения и думает, все, что хочет Иисус, это просто использовать меня. Ему просто нужны мои ресурсы. А Он протягивает к тебе руку. Он знает, какой ты настоящий. Он знает, на что ты способен. Он знает, что ты можешь реально. Он знает книгу бытия. И Он знает книгу откровения твоей жизни. Дух Святой прикоснись. Я уверен, сейчас это уникальный момент, когда Дух Святой наполняет твое сердце. Когда Господь прикасается. И может быть даже антураж, сейчас Он отвлекает тебя. В твоей комнате, там, где ты есть, но знай, Слово Божье живо и действенное. Слуга сотника вообще ничего не слышал, но он почувствовал. Жизнь пришла. Жизнь вернулась. Я благословляю каждого. Я молюсь за каждого, которые сегодня разрушены, опустошены. которые со слезами сегодня подобно отцу. Верую, Господи, помоги моему неверию. Соверши чудо Твое, Господь. Подними, оживи, освободи, принеси устройство, покажи, как много ты можешь, как в жизни Лестера Саммерла, этого юноши, который плевался кровью, и ему не давали несколько часов прожить. Этот человек, который перевернул Евангелие в весь мир, который видел величайшие пробуждения, построил мега-церкви, поднял тысячи и тысячи пасторов по всему миру, вдохновил миллионы людей верой, Господи, соединяясь с Духом Твоим, мы становимся свидетелями. Приходит пробуждение. Подними молодых людей, подростков, юноши, девиц, которые сегодня унывают, которые сегодня стали настолько закрытыми, погруженными в себя, неспособными открыться, все подозревающими, неверующими в искренность. Я молюсь, Господь, сегодня пусть придет Твое исцеление, пусть придет Твоя способность поверить сверхнадежды, с надеждой. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,